Привет! Меня зовут Анастасия Диколелла. Я учу русский язык с детства в русской школе Академия. У меня такой вопрос. В каком случае мы можем пользоваться словом ничего, а в каком нечего? Спасибо заранее. Здравствуйте, уважаемые зрители. Трудности в употреблении слов ничего и нечего связаны с близостью их основных значений, а также с наличием у каждого из них значений дополнительных, в том числе в составе устойчивых выражений. Разберемся сначала с основными значениями. Ничего и нечего – это отрицательные местоимения. Ничего является формой родительного падежа местоимения ничто, означающего полное отсутствие какой-либо вещи или явления. Употребляется ничего в отрицательных предложениях, основное отрицание в которых выражается частицей не или словом нет. Я ничего не вижу. У него нет ничего ценного. Дети пока ничего не умеют. Нечего – это также отрицательное местоимение в родительном падеже, но именительного падежа у этого местоимения нет. Нечего образует отрицание самостоятельно, без частицы не или слова нет. Употребляется оно в безличных предложениях, то есть предложениях, в которых нет грамматического подлежащего, и всегда сочетается с глаголом в инфинитиве, то есть в неопределенной форме. Напомню, что глагол в инфинитиве отвечает на вопрос «что делать». Нечего выражает отсутствие возможности или необходимости выполнения действия, обозначенного инфинитивом. Приведем пример. Ей нечего надеть. Тебе нечего бояться. Мне нечего вам сообщить. Теперь обратимся к дополнительным значениям слов «ничего» и «нечего». Помимо отрицательного местоимения «ничего», в разговорной речи используется наречие «ничего», обладающее следующими значениями. Умеренно положительная оценка чего-либо. Как твои дела? Да ничего. Усиление отрицания. Ты обиделся? Ничего я не обиделся. Квалификация чего-то как не имеющего значения несущественного. Это ничего, что тебе работа не нравится. Привыкнешь. В рамках устойчивого выражения «ничего себе» «ничего» выражает удивление или возмущение. Это стоит 50 тысяч. Ничего себе. Вот это цены. Слово «нечего» также входит в ряд выражений, которые часто используются в речи. «Нечего греха таить» означает скрывать бесполезно, лучше признаться. «Нечего терять» означает можно на все решиться, поскольку хуже уже не будет. «От нечего делать» означает делать что-то от безделья и скуки. Также «нечего» может использоваться в значении «нельзя», «не следует», «не полагается». Например, «нечего спать на работе», то есть «на работе спать нельзя». Русский язык великий, могучий, но очень сложный.